Добрый день! Вы смотрите информационный выпуск на канале Инстатв. Слабая статистика по рынку труда и жилья США, вышедшая в четверг, укрепила надежды инвесторов в стимулирующих мерах Федеральной резервной системы и продолжении программы количественного смягчения. А пока участники рынка распродают американскую валюту. На этом фоне в течение торгов в пятницу золото выросло в цене к отметке в 1586 долларов за тройскую унцию драгоценного металла. Экономика Соединенных Штатов замедляется, и этого уже не скрыть. Но американские регуляторы не особо реагируют на негативные сигналы. По мнению вице-президента ФРС Сент-Луиса Дэниела Торнтона, регуляторы слишком отвлеклись на операции, направленные на снижение доходности долгосрочных облигаций. А в это время темпы роста денежных агрегатов увеличиваются, лишая возможности влиять на ситуацию в экономике, которая в перспективе не изменится существенно. Тем временем в Сенате США активно обсуждается назревающий бюджетный обрыв, который можно избежать, принимая кардинальные меры по снижению дефицита бюджета. Республиканцы обвиняют Обаму в затягивании принятия решений бюджетного комитета, подразумевающих сокращение расходов. В свою очередь демократы настаивают на принятии другого пакета мер, включающих помимо сокращения расходов, еще и увеличение налогов. Компания ИнстаФорекс предоставляет вам самые свежие мировые новости. Оставайтесь с нами!